Привет, любимые зрители! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, подпишитесь, нажмите на колокольчик. И сегодня в Фераксис нам выкатили видео-анонс Эфиопии. Небольшое отступление, вы знаете, я всё жду, когда в цивилизации появятся евреи, и почему-то даже разработчики Humankind обходят эту тему стороной. Но вот, по-моему, Минилик II, лидер Эфиопии, очень похож на чернокожего раввина. Это, кстати, не просто так, в Эфиопии очень был иудаизм распространён в своё время. Минилик боролся с европейцами за независимость Эфиопии, перенёс столицу страны в Одисабебу, установил, кстати, тесные контакты с Российской империей, и Эфиопию во время правления Минилика, а это конец XIX века, посетили тысячи российских добровольцев, в том числе поэты Булатович и Гумилёв. Кстати, впервые Эфиопия появилась в четвёртой циве, в дополнении Beyond the Sword, там лидером Эфиопии был Зара Якоб, а столицей Аксум. В пятой цивилизации Эфиопией руководил император Растафари, он же Хайли Селаси I, ну а в шестой, вот, Минилик II. Уникальная способность Эфиопии называется «Наследие Аксума» или «Аксумское наследие», как я и сказал, это древняя столица Эфиопии, и даёт плюс одну веры городу за каждую копию обработанного ресурса. Причём вообще за все ресурсы, за стратегические, за бонусные, за ресурсы роскоши. А также половину веры эфиопским международным торговым путям за каждый обработанный ресурс в городе отправления. Ну, то есть, если у вас в городе 4 ресурса, то караван будет приносить из отправленной из этого города 2 веры в ход. А также можно покупать археологические музеи и археологов за веру. Уникальный юнит Эфиопии называется «Кавалерия Аромо» и заменяет летучий отряд. По сравнению с летучими отрядами обладает повышенной боевой мощью и радиусом обзора, ну то есть плюс одна клетка к радиусу обзору. При этом перемещается по холмам без штрафа к скорости. То есть, по холмам как по равнинам. Уникальное улучшение Эфиопии называется «Скальная церковь». Это знаменитые скальные церкви Лалибеллы. Само по себе дает плюс одну веру и плюс один престиж. При этом за каждую дополнительную гору или холм, что тоже очень важно, будет давать еще одну дополнительную веру. После открытия технологии полет начинает давать туризм равный вере. Природные бедствия скальные церкви не разрушают, а только разграбляют. То есть, ее можно будет починить, а не строить заново. Правда, строить ее можно только на холмах или на вулканической почве. Кроме того, эти церкви нельзя строить рядом друг с другом. Уникальная способность лидера Эфиопии Менелика II называется «Совет министров». И она довольно специфична. В общем, города, построенные на холмах, дают 15% науки и культуры от получаемой веры. То есть, если вы построите город на холме, и он будет вырабатывать 100 веры в ход, например, то в этот же ход вы будете еще получать 15 науки и 15 культуры. Кроме того, все юниты Эфиопии получают плюс 4 силы на холмах. В общем, если вы играете на карте «Новый мир», то Эфиопия просто must have. Очевидно. Холмы и горы, она выглядит даже получше инков, похоже. Кроме того, это цивилизация, которая может практически безболезненно сделать упор на развитие через веру. Потому что вера от городов будет давать вам еще и науку с культурой. Главное, город на холме поставить. Да и это одна из немногих цивилизаций, которая может веру накапливать даже не строя священные места от торговых путей и от обработанных ресурсов. Выглядит, конечно, круто, но, слава богу, не такой офигительный бонус, как был у Великой Колумбии. Ваши впечатления, как всегда, в комментариях. Ожидаю прочитать, что обновление, что сама новая цивилизация появится 23 июля. И, конечно же, я запишу прохождение на божестве за Эфиопию. Спасибо, что досмотрели до конца. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok